здравствуйте друзья сегодня у нас на обзоре самые наверно популярные модель самая популярная модель ножа от компании браунинг это браунинг 364 почему у нас два ножа сегодня потому что один из них с накладками из g10 2 во втором из них кладки из дерева давайте поближе сейчас рассмотрим о них рассмотрим их вот как бы их не характеристики посмотрим ну и общее впечатление разберем вот данные ножи в таких коробках поставляются данные ножи позиционируются как тактические ножи вот значит это у нас 10 это у нас браунинг с накладками из дерева вот значит в принципе ножи по характеристикам идентичны единственное отличие это накладки здесь идет зеленого цвета g10 у нас здесь идет такой текстурированный значит ромбиками ромбовидная какая-то текстура это деревянные накладочки будут из натурального дерева значит что хочется сказать этот нож да эта модель она идет флиппер то есть она сделана как флиппер то есть есть у нас плавничок за которой мы его выбрасываем также имеется шпенечек вот шпенечек только односторонний на одну сторону только под правую руку если человек левша то будет выбрасывать его за плавник значит у нас идет флиппер с ассистом то есть подпружиненный вот то есть флиппует очень хорошо значит что у нас здесь еще такое значит g10 ну здесь внизу скажем так не стеклобой но такой выступ на треугольный какой-то вот то есть это же для каких-то наверное можно и стекло разбить если что им то есть вот значит вот такая идет здесь темлячок каждому ножу привязаны не знаю парапорт вроде может не парапорт похоже на парапорт по структуре вот значит по скажем так еще каким-то конструктивным особенностям здесь у нас мы видим идет бэкспейсер он бэкспейсер идет металлический с такими насечками вот значит нож не очень большой вот такой средненький нож то есть по размерам средний то есть он подойдет как для города так и для других но как бы для леса значит у нас по центру клиночек давайте здесь посмотрим здесь тоже четко по центру клиночек я вижу второпластовые шайбы вот белого цвета так что еще у нас давайте взвесим его для интереса что на сайтах всегда пишут как бы один вес вот там еще здесь и сравним так берем с накладками g10 ложим так показывает у нас сто семьдесят шесть восемьдесят четыре но сто семьдесят семь грамм так а этот у нас с деревом сто семьдесят девять и тридцать три ну буквально грубо говоря 50 грамм разница причем в пользу дерева я почему-то думал что деревянный ожидал что будет легче так еще знаете что сделаем давайте замеряем толщину потому что вот этих накладок потому что визуально вроде как дерево немножко толще у нас по параметрам так по структуре у полтора сантиметра толщина в дереве в исполнении так и есть с накладками g10 у нас идет толщина рукояти 13 миллиметров здесь а здесь 15 получается так вот разница уже есть так что еще 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 визуально сейчас давайте так попробуем приложить потом померяем ну клинки вроде как одинаковые значит по клинку что у нас тут за клинок клинок идет drop point такой формы где обувь занижен как кончику в спуске вогнутые у нас значит покрытие идет титан нитрит вот сталька на сайтах указывается 7 chrome 13 молибден ванадий вот длина клинка у нас давайте глянем так 9 и 6 здесь 9 и 6 9 и 6 значит ширина померяем ширину ширина у нас 25 с половиной толщина толщина у нас три и буквально там какая-то доля на всякий случай перемерим да толщина одинаковая то есть по клиночку данные ножи абсолютно одинаковые по лайнерам по всему остальному исполнению идентичны то есть единственное отличие это толщина немножко ручки вот этой то есть эта ручка будет лучше как бы заполнять деревянная скажем так вот практичнее как для меня все-таки g10 наверно особенно если нож считается тактическим дерево мне кажется здесь неуместно вот данный нож значит у нас общая длина его давайте замерим тоже на сайтах пишут 22 но не всегда пишут до 22 сантиметра что еще тут клипса у нас есть ребята клип замочек лайнер ног не знаю я говорил или нет клипса у нас однопозиционная односторонняя то есть на одной стороне не переставляется никуда липса достаточно жесткая да да еще такая особенность данных ножей то что если вы будете разбирать вот эти накладки здесь под клипса есть болты как бы показать сейчас попробуем навести резкость не знаю ведется или нет так значит здесь под клипса идет два болтика и если открутить хотите эту сторону то вот это вот металлическая идет накладочка она снимается то есть ее надо подковырнуть и под ней есть болтики вот вот такой был а такие были ножички у нас да то есть это самая такая популярная модель к вот 364 вот по скажем так всем вот ну вот по исполнению по внешним качествам по ощущению в руке достаточно добротный как бы хороший ножик действительно он как бы удобен вот как и обратным хватом таким хватом прямым не особо так боковым нормально ну вот то есть действительно он как бы цена его дита до до 10 долларов долларов 7 наверное может 7 8 долларов то есть для такого качества вполне приемлемая цена то есть я понимаю почему он популярен то есть так что кому нужен недорогой хороший ножик можно брать смело данную модель вот есть в дереве повторю есть в ч 10 то есть и в том и в том варианте достаточно хороший качественный нож все всем спасибо до свидания